Я Анисимов Алексей, ассистент кафедры БТС, и я хотел бы рассказать немножко о практикоориентированной работе на нашем факультете. Сейчас идет активная работа подготовки нашей лаборатории, где будет много всякого оборудования, и чтобы зря не терять время, мы решили с нашими студентами делать несколько реальных разработок. Соответственно, мы сформировали две бригады по четыре студента и совместно с ними разработали два технических задания. Меня зовут Скоробогатова Алена, и я вхожу в группу студентов, которая в рамках пилотного проекта для учебной практикоориентированной лаборатории выполнила свой проект. Целью нашего проекта стало создание устройства для синхронной регистрации пульсовой волны и электрокардиосигнала. Моей задачей стала разработка корпуса для прибора. С помощью программной среды SolidWorks была сделана модель данного корпуса. В данной модели были сделаны необходимые разъемы, индикация питания и кнопка включения и выключения прибора. Меня зовут Некрасов Иван, я являюсь студентом четвертого курса ЛТ. Мы с моими одногруппниками разрабатывали прибор для синхронной регистрации таких важных физиологических параметров, как пульсовая волна и электрокардиограмма. Я в данной команде занимался разработкой принципиальной схемы устройства и подбором электронных компонентов в соответствии с техническим заданием. Меня зовут Исаев Руслан, и я занимался разработкой программы для визуализации физиологических сигналов. Таких сигналов, как пульсосимметрический сигнал и сигнал ЭКГ. Меня зовут Алексеенкова Екатерина, и я занималась проектированием печатной платы среди разработки Circuit Maker. Данная плата была изготовлена на реальном производстве, и совместными усилиями нашей инициативной группы была запаяна. То есть подобраны компоненты, и с помощью свинцового припоя компоненты были размещены на плату. Начали мы еще, когда они были на третьем курсе, сейчас они уже на четвертом, с кафедрой биотехнических систем. Соответственно, они показали себя очень хорошо. Все два проекта были доведены до реального воплощения. Работать, мне кажется, было очень приятно и интересно. Ой, мне очень нравится. Это, наверное, была моя мечта поступить сюда. Я вообще из маленького сибирского городка, и возможность заниматься тем, чем действительно хочется, это ценно сейчас. Я считаю, что учиться на ФИПС очень интересно и престижно. Меня зовут Загирова Лейсан, я студентка группы 3501. Нами была собрана группа из четырех человек для реализации проекта «Симулятор сигналов пациента». Каждый из ребят отвечал за свою часть. Я отвечала за электрическую схему. То есть мной была разработана электрическая схема. Так как генераторы в данный момент стоят немалых денег, мы решили разработать свой мини-аналог универсального генератора сигналов пациента для учебных целей. Меня зовут Бегунов Евгений. Я разрабатывал программное обеспечение для управления интерфейсом нашего прибора с помощью него. Можно редактировать режим работы нашего прибора, и это будет отображаться на экране. Меня зовут Башкова Анна, 4-й курс, факультет ФИПС. Моей задачей в проекте была разработка корпуса. Для этого использовалось программное обеспечение SolidWorks. Позднее разработанная модель была распечатана на 3D-принтере. В корпусе имеются все необходимые разъемы и отверстия для креплений. Меня зовут Потапов Николай. Мы с друзьями разработали универсальный генератор сигналов пациента. Моя часть была связана с разработкой печатной платы в CircuitMaker. И потом общими усилиями мы ее спаяли. И она заработала. Наш прибор, он хорош тем, что это учебная модель. И реальной модели не стоят достаточно дорого. Пришлось потрудиться, потому что не с первого раза удалось получить именно нужный размер, нужный корпус. А так было довольно интересно. У нас есть замечательный преподаватель Анисимов Алексей Андреевич. Он нам всегда подсказывает, предлагает реализовать какой-нибудь проект. Мы, конечно же, отлично в это включаемся и начинаем вместе работать над этой идеей и воплощать ее в жизнь. Мы хотели достичь двух основных целей. Первое – это мотивировать самых толковых студентов с нашего факультета на какую-то практическую деятельность. И второе – это отработать учебный план, может быть, дополнить некоторые дисциплины, чтобы оно все соответствовало реальным практическим задачам, что мы в дальнейшем будем использовать для развития практикоориентированной подготовки на факультете. Ну, во-первых, у нас интересная специальность. Мы инженеры медицинской техники. Во-вторых, у нас очень хороший и интересный педагогический состав. Здесь наблюдается связь с медициной и с железом. То есть мы можем помогать людям, создавая для них медицинские приборы. Данная специальность, на которой обучаюсь я, – это совокупность нескольких наук. То есть специальность находится на стыке наук, таких как биология, физика и информатика. И я считаю, что данная специальность очень перспективна в современном мире. Вы можете быть инженером по обслуживанию и ремонту медицинской техники. Это очень важно, потому что медицинское оборудование сейчас очень распространено, и оно ломается. Его надо чинить. А вообще на ФИПС учиться очень здорово и интересно, поэтому приходите к нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!